здравствуйте друзья доброе утро сегодня воскресенье мы с вами едем по санта-круз и тут пасмурно и знаете мы со светой говорим вот как хорошо пасмурно а то мы живем вот в сани вы или а там одно название эти сани вы это значит вот прямо солнечная долина же ужас какой короче ну да но уже так солнце это въедается в печенки что же когда видишь вот такой пасмурный денек и думаешь господи как хорошо то вот и сам франциско тут вот света заметила она всегда так и хочется в солнышко тогда потому что не хватает его если долго жить такой погоде на портится настроение солнышко все-таки дает бодрости дает но тоже перебор бывает но в сан-франциско надо отдать нужно такой большой город и с таким количеством холмов которые влияют на микроклимат что там часть города на самом деле в основном солнечная а вот уже так часть города в частности там где вот селится наши соотечественники в частности вот там как-то ближе к океану более пасмурно вот мы сейчас типично в сан-франциском таком климатическом антураже я думал что там холоднее там холоднее здесь почему здесь почему-то тепло я не знаю почему здесь вообще больше солнца чем собрать это хотя казалось бы тот же самый океан да немножко там на юг но все зависит от береговой линии потому что даже здесь вот если вдоль берега ехать на юг да то есть места более солнечное есть более пасмурное вот у нас вот так вот получилось что у нас получилось место более солнечное из того что есть здесь да на самом деле вот так несколько кварталов в сторону и в солнечно несколько кварталов в другую сторону и более пасмурно и если вы когда-нибудь захотите приобретать недвижимость на бережку друзья возьмите местного риэлтора с опытом потому что только эти люди знают на самом деле в каком квартале чего больше на кармах этого не угодно локальная такая проблема там на том берегу например во флориде там все одинаково я не имел ввиду конкретно флориду хотя поскольку 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 я не знаю то спросить ты не грех и потом у нас нас линия извилистая очень правильно берега она такая вот фьордами такими поэтому очень короче будете на фьорде чё-нибудь покупать вот значит будьте осторожны за поворотом может быть совсем другой климат хорошо у нас сегодня друзья необычное событие давно такого не было но я категорически намерен поехать в аэропорт к восьми часам вечера и встретить там студентку вот мы с ней поговорим александра ее зовут и мы с ней запишем разговор а то мне все это где же встречи в аэропорту вы же раньше их встречали все время в аэропорту а как же встретить человека если если он не говорит стейки те меня вот это сложно а тут вот человек ведь встретите меня я думаю вот радость то пойдем встретим поэтому мы сегодня пораньше выдвигаемся в кремниевую долину чтобы решить разные вопросы и в частности встретить девушку александру хорошо пасмурно откуда эти машины вот я хотел бы знать вот казалось бы воскресенье цвет утра ну куда они все едут ну я я по что мы там куда-то возвращаемся но вот эти все ну да да в общем странно конечно очень странно ну так я я шучу давайте я скажу пару слов про интервью которое мы записали с леонидом госманом и почему мне хотелось записать такое интервью значит во первых вы наверное заметили у нас было два интервью с доктором из кливленда с хирургом борисом виноградским а борис уже мне так на волонтерских началах начал советовать разных людей и в частности вот леонида и я подумал а кто это и честно я не знал то есть я так глянул вроде лицо даже где-то мелькал человек но я не знаю но я пошел посмотреть несколько часов я провел в просмотрах разных шоу в которых леонид участвовал и надо сказать что все эти шоу кроме одного когда вот он на радио свобода записывался и вот все остальные шоу вот те которые вы видите которые по телевидению идут его на все каналы зовут он как бы такой официальный представитель либеральной оппозиции для битья вот значит там собирается орава черносотинцев значит которые сказать не дают ведущие там как бы их в этом поощряют значит и они его мордуют морду и морду и морду и а человек выходит и вот свое что-то говорит независимо от них от всех то есть он он знает что это будет он знает для чего его позвали но когда мы вот с ним так предварительно беседовали ли они где-то понимаешь вот есть же люди которые напуганы которые хотят увидеть что происходит хотят услышать какую-то поддержку получить в частности они вот я выхожу и они видят человек не боится то есть можно не бояться и так далее поэтому вот те шоу которые вы видели с его участием да вы можете как бы сказать вот это и сценировки вот эти вот значит да он такой как бы официальный то есть вот он одобрен я такой вот для такого рода действий вот для перебивания для унижения для оскорблений вот такой смешной такой с значит еще с еврейской фамилии вот он либерал вот от кого вас защитила власть праведная значит поэтому я все это посмотрел я подумал но мы же не будем такого делать правильно а человек интересные вещи иногда говорит не значит что я на этом всегда согласен там или что-то на интересном и вот и я в целом доволен реакцией нашей аудитории потому что во первых у нас там соотношение лайков и дислайков существенно в пользу лайков я не хочу сказать что доминирует резко но все-таки там два к одному примерно вот я я не знал как получится во вторых не было попыток как-то завести какие-то скандалы разборки истерики и там и так далее то есть все довольно мирно происходит то есть я как бы в некотором смысле горжусь нашей аудитории потому что несмотря на расхождение во взглядах люди в общем довольно цивилизованно общаются это 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 очень здорово на самом что еще мне никогда раньше не доводилось общаться вот так живьем тем более интервьюировать людей которые как бы из внутреннего круга вот вы вы представьте себе круг знакомств леонида вы представьте себе с кем с кем он лично беседовал приватно официально и так далее 5 вы представьте себе это уровень там президента страны это уровень премьер-министра это уровень министров это 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 человек который очень очень многое знает вы никогда не узнаете от него то что он знает вот на этих шоу он там не скажет ему и не дадут сказать вот а я подумал что с такими знаниями человек безусловно очень интересен надо надо создать возможность такую чтобы ему высказаться и это не значит еще раз это не знать что вы с ним согласитесь или я с ним соглашусь абсолютно но мы в спокойной обстановке беседы как бы не не пытаясь там кого-то заткнуть или кого-то какую-то идею провести янтар никакой своей адженды не имел то смысле чтобы там чего-то доказать кому-то или кого-то убедить или перебить мне было важно показать человека у вас была возможность задать ему вопросы я заранее объявил там за пару недель значит и горе спрашивайте и процентов на 80 может быть надо 90 даже не знаю не подсчитывал точно в процентах вопросы которые я задавал это были ваши вопросы у меня было своих парочку которые меня интересовали там вот в частности с событиями на болотный почему почему вдруг у людей сложилось ощущение что могут быть выборы не фальсифицированы вот это я я никак не понимал вот когда это все происходило я не у меня не укладывалось и до сих пор не укладывал я об этом спрашивал очень многих людей вот можете мне поверить самых разных людей и тот ответ который дал например ли они это другой ответ я слышал много разных версий но это была другая версия то есть у меня как бы и свой интерес тоже был и кроме того я считаю что для канала как вот все таки мы такая маленькая маленькая но все-таки масс-медиа такая да уровень нашей масс-медиа в частности определяется уровнем тех людей которых нам удается пригласить тот же борис виноградский мне дал email бывшего посла российской федерации в соединенных штатах майкла макфола и говорит он открытый мужик он симпатичный дядька он там рядом стенд вроде у вас действительно там от нашего офиса 15 минут вот там я ему написал но но вот не ответа не привета я не знаю то может быть надо будет как-то еще раз или может быть через кого-то обратиться но такого уровня собеседник понимаете поэтому уровень нашего канала к чему я говорю в частности определяется тем какого уровня люди соглашаются у нас выступить не могу сказать что я всех подряд приглашаю этого не было вот но мне тоже хочется вот расти в этом плане потому что от меня требует гораздо большей подготовки просто там студента посадить или там заехал кто-то серия поболтали я никогда не готовлюсь и даже не знаю с кем с кем мы разговариваем но вот сел человек там и мы беседуем вот здесь я подготовиться должен поэтому как бы это мой творческий рост тоже и там кто-то мне говорит что вот зачем вы вообще на эти темы зачем вообще вы это делаете потому что те кто хочет леонида послушать у них полно возможностей а когда вот вы делаете это фактически вы портите настроение тем кто кто живет в стране и не может из нее вырваться и вот он там какие-то грустные прогнозы делает и получается что вы так как бы пляшете там на могилах там на чьих-то вы же не хотите никого огорчить нет я абсолютно никого не хочу огорчить вот больше того я исхожу из того что когда у нас есть 100000 подписчиков я про тех кто случайно там зашел я не говорю но наши подписчики более менее знают что за канал о чем речь я на заставочку к видео но в таких ситуациях так точно я оставлю картинку которая говорит о чем речь оставлю имя человека то есть вы можете сразу не пойти откуда вы знаете что он грустные вещи говорит но если вы вообще не хотите но абсолютно любое видео которое выходит значит встречает какое-то количество негативных откликов ну где-то совсем мало где-то побольше где-то там очень много и так далее но мы же не можем делать не делать никаких видео просто потому что любое видео кого-то огорчит безусловно нет задачи кого-то огорчить ну ну никак ну ну правда и так же как в любом вот там я не знаю ящики значит крутите ручку такой канал такой канал такой канал такой канал крутите ручку между видео одно видео второе видео третье виде четвертое видео мы снимаем open house мы снимаем природу мы снимаем стройку мы снимаем студентов вот у нас девчонки симпатичные умницы какие я я честно вот я когда с ними разговариваю я иногда просто поражаюсь какие-то интересные яркие люди вообще и я пытаюсь с вами поделиться я вопросы им задаю какие-то такие иногда каверзные чтобы раскрыть человека я очень доволен был интервью например с андреем с канала иммигрант видео там было за за месяц что тоже там 14 тысяч меньше месяца 14 тысяч или 15 тысяч просмотров если мы посмотрим на видео последнего месяца вот я хочу сказать видео с андреем иммигрант видео по времени просмотра не по количеству посещений просто кликов а по времени просмотра одно это видео это больше 6 процентов 6 с лишним процентов всего времени проведенного на нашем канале людьми за месяц понимаете как и я я очень рад я я вдруг понимаю что мы с ним не просто там час разговаривали а что люди смотрят весь этот час они не уходят там через пять минут через или через 30 секунд они смотрят они полезные для себя находят и вот это и есть главное то есть мы стараемся делать много разных видео с тем чтобы каждый человек кто у нас хочет посмотреть чтобы он для себя что-то нашел нет такой задачи сделать такие видео которые бы все подряд смотрели и все бы говорили о вот это то что надо так так же все равно не получится мы же знаем и вот поэтому я пытаюсь объяснить как бы мою мотивацию я я очень доволен тем что мы сделали видео с леонидом и есть есть на самом деле много людей достаточно известных я не не хочу конкретной фамилии сейчас называть но которые в соединенных штатах находятся которые или периодически находятся которые в общем то довольно общительные с удовольствием может быть у нас быть что-то рассказали но я стараюсь не не влезать в это дело потому что это было бы уже слишком тонко политическим сиюминутным и во-первых мне это самому не очень интересно во вторых я не думаю что это для нашего канала как какой-то плюс большой вот леонид в этом смысле исключение потому что он стоял у истоков он с 92 года там он сказал да с 92 года это человек который знает всех лидеров страны лично и явно там и в открытом такой формате и в кулуарном формате лично знает практически всех президентов премьеров министров и так далее на протяжении 20 с лишним лет и я не мог упустить такой возможности это такой инсайдер до такого уровня инсайдер что я не знаю вот если бы не он например кого можно было бы позвать а такого уровня посвященности поэтому я я в целом очень признателен леониду я как бы горд что у нас на канале а мы такую встречу имели так что если вдруг нам посчастливится вот такого уровня людей в дальнейшем приглашать я буду очень доволен так что наверное вот наверно все это из того чем я хотел поделиться из наболевшего что называется потому что я вижу что там люди некоторые очень персонально реагируют и вопросы коррупции и вопросы вот этой боли которая была в девяностые вот это вот переломная и по-разному люди реагируют ведь одни говорят какие они все негодяи стоит с той стороны люди говорят нужно было что-то делать да это не было идеально но это все равно нужно было делать и вот оно так мнение разделились и очень интересно послушать как бы эту сторону и другую я не хочу сказать что кто-то из них не заслуживает внимания или кто-то из них допустим не имеет права на на то чтобы мы посочувствовали его более и как бы вникли в эту боль и сделали вывод на будущее так что в общем ребят я очень доволен и я надеюсь что вы как бы те из вас кто хочет вникнуть в ситуацию значит те поймут почему я хотел это сделать и в общем я признателен всем кто вопросы задавал и участвовал в дискуссии вежливо корректно это это очень здорово очень приятно спасибо вам и счастливо